Друзья, всем доброго времени суток и сегодня я хочу рассказать про еще одну интересную гриптовалютную площадку под названием Bugs Cake. Ну и конечно же, я думаю, что интересно будет разобраться, в чем тут вообще фишки и особенности данного проекта, поэтому хочу поговорить про него более-менее подробно. Итак, что такое Bugs Cake? Прежде всего, важно понимать эту простую вещь. Так вот, это платформа DeFi для стерилизованных финансов с поддержкой Ethereum 2.0 для стейкинга, также получения прибыли и для облачного майнинга. Вы можете прийти регистрацию в данном проекте, можете почитать белую бумагу, но регистрироваться я сейчас не буду, конечно же, в этом мало пользы в течение данного видео будет. Лучше мы поговорим про данный проект более подробно, но White Paper мы разберем чуть позже, покажу пока что. Он как бы существует в природе, но к нему вернемся уже ближе к концу видео. Итак, начинаем по порядку. Что вообще можно сказать? То есть, в принципе, важно понимать, что пользователи заинтересованы размещением своих токенов, поставщика ликвидности Uniswap. Ну, наверняка многие про Uniswap знают, это очень известная площадка. И комиссионность этих токенов, конечно же, производится. И, естественно, что вы получаете различную прибыль. То есть, вы отправляете токены в так называемый пул ликвидности, который, в общем-то, применяет не только Uniswap и другие проекты. Например, OneInch и многие его аналоги. И, соответственно, вы получаете процент от каждой сделки. Также важно понимать, что BugsCake инфляционный проект. То есть, он оказывает сильное влияние на каждый токен. Ну, и каждый раз, когда токен BugsCake переводится, соответственно, фермеры взимают небольшую комиссию за перевод. И важно понимать, что этот механизм работы пощает владение и ведение хозяйства. И максимальное количество токенов BKC, это 450 тысяч единиц. Их больше никогда не будет. То есть, вот данную эмиссию стоит запомнить вам. Что важно? Важно, что тут будет контроль. То есть, держатели токена BKC могут голосовать про различные предложения. Если они поставили ликвидность в пулы, сообщество будет решать все от гонораров также и до дизайна сайта. Поэтому все это, конечно же, важно. Распределение тоже отдельно отмечу. То есть, распределение будет, в общем-то, во время предпродажи. И, соответственно, тут будет так называемый ценовой насос. После окончания предъявительной продажи, распределенные токены будут распределены между пользователями в качестве единовременной субсидии. Ну и также то, что я говорил ранее, что тут ограничения есть по количеству монет 450 тысяч. И, соответственно, больше не будет. Соответственно, это тоже является большим преимуществом. Далее, что еще хочу отдельно отметить. Дело в том, что благодаря цивилизованным финансам, то есть DeFi, Bugscape предлагает вам зарабатывать деньги с помощью стейкинга, также с помощью фарминга и облачного майнинга на данной платформе. То есть, у вас есть все вот эти функции, которыми вы можете пользоваться. То есть, достаточно богатый и приятный выбор, что, безусловно, не может не радовать. Далее поговорим про распределение токенов. Так вот, на предпродажу уходит 94 с половиной тысячи токенов в BKSE, это 21%. На сообщество 135 тысяч, это 30%. На ставку 20% в 90 тысяч токенов. То есть, да, далее те же 90 тысяч токенов на блокировку ликвидности. Далее на маркетинг 9 тысяч, на команду 22 с половиной тысячи и в резерв 9 тысяч токенов. Следующее, это облачный майнинг. То есть, за последний год заработок майнеров сильно вырос. Ну и, соответственно, вы получаете различные возможности. Вот, то есть, можете подписаться, сделать депозит в токенах Bugscape, естественно, в эфире, в Riot BTC, в USDT, в DAI, USDCoin, либо же BNB. Выбирайте свой план депозит токенов и следите за прибылью. Все довольно легко, просто и понятно. Далее видим дорожную карту данного проекта. То есть, они, прежде всего, конечно же, запускают, в принципе, свою площадку. Далее будет маркетинг, блокировка, пулы ликвидности, листинная биржа, облачный майнинг. Далее будет маркетинговый аудит, аудит новых партнерских отношений и различные партнерские также соглашения будут здесь возникать. Далее, что еще хочу сказать, что, в общем-то, цена будет расти постоянно. То есть, цена вначале будет 2 доллара, потом будет в конце 20 долларов. То есть, как вы понимаете, сами выгоднее покупать в начальном этапе. В принципе, это неудивительно. Ну и также видим их в разные соцсети. Ну давайте покажу, например, Twitter. Остальные разбирать уже не будем. Вот, то есть, Bugs Cakes существует в Twitter, и у них уже 21,8 тысяч читателей, что немало. Да, ну и хочу еще White Paper тоже показать. Не будем разбирать его сильно подробно. Здесь довольно много информации. Просто, скажем так, пролистают. Да, это в режиме такого вот быстрого, да, ознакомления. Вот, основную информацию, в любом случае, получили от меня. Ну здесь просто покажу, что расписано более подробно все, что происходит на проекте. Но, опять же таки, тоже, конечно же, если вы будете сюда вкладывать деньги, советую с этим всем ознакомиться. Да, то есть, в принципе, я это все разбирать уже сейчас в своем видеоролике, по крайней мере, не буду. Но, тем не менее, информация, безусловно, важная. Так что, советую к ней отнестись серьезно. Вот, это действительно важно при, допустим, наличии желания у вас инвестировать в данный проект. Но, в любом случае, я свою миссию выполнил. Донес до вас основные сведения по проекту BKC, Bugs Cakes. Да, и, соответственно, дальше все уже за вами. В любом случае, спасибо, что посмотрели данный обзор. И до новых встреч.